Ждут решения проблемы уже сейчас. Жители ряда иркутских улиц попали в непростую ситуацию из-за дорожных работ. Тему продолжит Антонина Махнёва. Плакать из-за работы бульдозера Анне Рыбаковой некогда, хотя как раз из-за земляных работ женщина каждый день по проезжей части водит малышей в школу и детсад. Горы земли оставила фирма, которая проводила канализацию к строящемуся микрорайону. Канализация теперь есть, а вот дорога исчезла. Сейчас маленько подсохло, а вот когда погода, снег или дождь, пройти вообще невозможно. Ни с коляской, ни с ребёнком со школы мы ходим. У нас дороги нет, у нас проезжая часть вся перекупана. Какая может быть безопасность, если мы с детьми идём, нет ни парапета, ни дорожки. Тележками и вёдрами вывозить землю из своих домов приходится жителям этой улицы. Тут тоже прокладывали канализацию. Казалось бы, жители частного сектора должны видеть в этом только плюсы. Но за слоем грязи их разглядеть сложно. Пешеходные дорожки здесь остались в прошлом. Мечтая о ковре-самолёте, жители этого района Иркутска справляются с бездорожьим народными методами. Правда, и пакеты на ногах не всегда защищают от грязи. Оставленные рабочими после прошлого строительного сезона. Осенью в прошлом году нам проводили воду. Перекопали всё и всё так и оставили. Департамент обращались, вчера приезжали. Пообещали отсыпать нам пока дорогу, дорожку, чтобы мы могли пройти вдоль забора. В середине мая сказали, что отсыпят дорогу. Дорогами жертвуют подрядчики, чтобы провести в дома воду. Жителям же приходится придумывать, как проходить к своим жилищам. И с наступлением весны они всё меньше верят в счастливое завершение своих историй и сознательность подрядчиков. Потому что вот такой финал, как правило, встречается лишь в мультиках. Антонина Махнева, Виталий Перетолчин. Новости по будням.